Друзья, здравствуйте! Меня зовут Колесников Антон. Я маркетинг-менеджер компании Carl Storz по видеосистемам и оборудованию. Сегодня я хотел предложить вашему вниманию видеосистему ImageOneS Rubina. Видеосистема ImageOneS Rubina состоит из следующих компонентов. Это блок TC201, ImageOneS Connect 2 для работы с 4K видеосистемами, блок TC304, Foyulink для подсоединения 4K головок, и сервиса видеосистемы. Новый источник света PowerLED Rubina TL400 используется для флоресцентной диагностики в ближнем инфракрасном спектре с индиционином зеленым. К продуктам линейки Rubina относятся следующие компоненты. Это видеоголовка TH121, Foyul Rubina, оптика Hopkins для применения в ближнем инфракрасном спектре, новый 3D 4K видеолапароскоп с возможностью визуализации в флоресцентном режиме с индиционином зеленым в ближнем инфракрасном спектре. Давайте рассмотрим подключение системы ImageOneS к источнику света TL400 PowerLED Rubina. Разумеется, для начала следует подключить сетевые кабели к каждому из блоков. Первой важной особенностью подключения источника TL400 к видеосистеме является наличие Ethernet-кабеля, который подключается к источнику света и к блоку TC201 в соответствующие разъемы. Данный кабель заменяет нам SCB-кабель, поскольку используется новый протокол общения между устройствами Carl Storz Hive. Следующий кабель TL006 требуется для синхронизации работы типкам Rubina в ближнем инфракрасном спектре. Соединяется он в внешнее отверстие синхронизации источника света TL400 и в соответствующее отверстие блока TC304. Соединение между блоком TC201 и TC304 осуществляется с помощью кабеля TC011, линк-кабеля по стандартной схеме, так же, как и для всех прочих устройств системы ImageOneS. Источник света TL400 PowerLED Rubina готов к работе с видеосистемой ImageOneS. Соединение видеосистемы ImageOneS с монитором возможно осуществить двумя способами. Первый, наиболее распространенный способ, который используется по умолчанию, с помощью кабеля TC003. Мы подсоединяем DisplayPort к выходу видеосистемы. Другим концом кабель TC003 DisplayPort мы соединяем с входом монитора. Также существует альтернативный способ подключения с помощью кабеля 12G-SDI TC005. Это коаксиальный кабель SDI с соединением Bayonet, соединяем его с соответствующим разъемом 12G-SDI. Другим концом мы соединяем с входом 12G-SDI на мониторе. Фиксируем коннектор. Также видеосистему ImageOneS можно подключить к монитору с помощью кабеля DVI. В таком случае видеосистема будет передавать сигнал Full HD. Для передачи сигнала 4K Ultra HD данный кабель не подходит. Соединение осуществляется через соответствующий выход видеосистемы. В данном случае он здесь в единственном экземпляре. Такая схема может использоваться при подключении второго монитора-ассистента, который имеет разрешение Full HD. После того, как мы соединили видеосистему с источником света, включаем источник света. На дашборд-меню монитора вы видите активный значок источника света. Это означает, что видеосистема распознала источник света, и он готов к работе. Далее мы соединяем видеоголовку TH-121 с блоком TC3044U-Link. Разъем TH-121 не отличается от такого же аналогичного разъема 4K-головки TH-120. Мы подтверждаем, что у нас установлена автоматическая регулировка света на 75% нажатием центральной клавиши на головке камеры. Головка TH-1214U Rubino представляет собой 4K-видеоголовку, внутри которой располагаются два CMOS-датчика. Один из которых отвечает за работу в стандартном белом свете, второй за работу в ближнем инфракрасном спектре. Эта головка имеет чуть большие размеры по сравнению с головкой TH-120 4K-головкой и чуть больший вес. При этом эргономика ее практически не изменилась. Ее также удобно держать в руке. Степень нагрева данной головки не имеет существенных различий с 4K-головкой TH-120. И характерна для всех головок камеры, выполнена CMOS-технология. То есть данная головка мало нагревается, что не создает дискомфорт во время операции для хирурга. Данная головка имеет только одно кольцо. Это кольцо фокусировки. Оптического зума данная головка не имеет. Используется только цифровой зум. Управление видеосистемой осуществляется двумя способами. Первым – это нажатием на клавиши головки камеры. Вторым способом – через подключенную клавиатуру. Подключить клавиатуру мы можем через один из USB-портов, расположенных на блоке TC201. Это может быть позади, как сейчас в данном случае, так и на передней панели блока TC201. Одним из важных компонентов видеосистемы Rubina является обновленная оптика Hopkins Rubina, которая имеет ряд существенных отличий от оптики предыдущего поколения, использовавшейся для флоресцентной диагностики в ближнем инфракрасном спектре. Первое различие, которое видно невооруженным взглядом – это отсутствие флажка переключения из ближнего инфракрасного спектра в белый свет. Данная оптика оптимизирована для работы с 4К-видеосистемами. Ее светопропускающая способность существенно выше, чем у оптик предыдущего поколения, в результате чего картинка получается более яркой. Важным различием является степень фокусировки на объектах в ближнем инфракрасном спектре, в результате чего они отображаются более четко по сравнению с видеосистемами и оптиками предыдущего поколения. Оптика выполнена полностью по сварной технологии, не используются клеевые составы. Дистальная линза исполнена из сапфирового стекла. В составе линз самой оптики широко используется низкодисперсное стекло, которое уменьшает кроматические аберрации. Для работы с 2D-головкой камеры TH-121 нам необходима оптика Hopkins. На соединение осуществляется с помощью зажимной муфты для окулярной оптики. Источник света соединяется с оптикой Hopkins со стандартным способом. Световой подсоединяется к разъему источника света до щелчка. Другой конец мы соединяем с оптикой Hopkins. Накручиваем для фиксации оптики, предотвращающей ее рассоединение. При нажатии на центральную клавишу на головке камеры мы вызываем живое меню, которое отображается слева на мониторе. Это меню схоже с любым меню видеосистемы Image One S. Отличие от меню для других видеосистем заключается в доступности режима опал. Сейчас вы видите на экране новое окно функции опал для работы в флуоресцентных режимах диагностики с энденцианином зеленым. Для того, чтобы встроить изображение с оптики в рамки монитора, нам требуется произвести баланс белого. Это возможно сделать несколькими способами. Первый способ. С нажатием на клавишу головки камеры мы нажимаем на центральную кнопку, вызываем живое меню, опускаемся ниже с помощью клавиши правой и подтверждаем баланс белого. Для этого нам потребуется белый объект. В данном случае им выступает лист бумаги. При выставлении баланса белого происходит адаптивное масштабирование, в результате которого изображение с головки встраивается в размер экрана монитора. То же самое можно сделать, нажав на кнопку баланс белого, которая располагается на передней панели блока TC201. Установка баланса белого возможна также с помощью использования клавиатуры. Аналогичным образом мы вызываем живое меню на экране монитора. Движением стрелочек клавиатуры вверх-вниз мы выбираем плитку баланса белого и подтверждаем баланс белого. Технология APAL компании Carl Storz включает в себя два типа технологий для флуоресцентной диагностики. Это диагностика в ближнем инфракрасном спектре с индиционином зеленым, как раз то, что мы сейчас разбираем, и технология фотодинамической диагностики. В зависимости от того, какое оборудование подключено к видеосистеме, видеосистема автоматически определяет, для какого области применения данное оборудование подходит. В данном случае у нас подсоединен источник света TL-400 PowerLED Rubina, и в живом меню становится доступна плиточка APAL с технологией ближнем инфракрасном спектре. Благодаря новому источнику света, новой головке камеры и новой оптике стали доступны три режима диагностики ближнем инфракрасном спектре. Это режим наложения, режим карты интенсивности и монохроматический режим. Режим наложения позволяет нам визуализировать эндоскопическую картину как в режиме белого света, так и с флуоресценцией в ближнем инфракрасном спектре. Такой режим позволяет проводить хирургические вмешательства без последовательного переключения из режима ближнего инфракрасного в стандартный белый свет, что было характерно для видеосистем с ACG-диагностикой первого поколения. В режиме наложения мы можем видеть флуоресценцию красителя в тканях. Я нанес на свою руку в демонстрационных целях индоцианин зеленый. В режиме наложения мы можем регулировать изменение цветов синего или зеленого отображения флуоресценции. Также мы можем регулировать степень усиления сигнала флуоресценции от 0 до 100%. При усилении флуоресценции сигнал, соответственно, становится более ярким, что позволяет более четко визуализировать области ткани, которые содержат в себе препарат индоцианин зеленый. Наиболее оптимальным считается 75% от общей флуоресценции. По той причине, что при 100% возможно пересвечивание тканей. Информация о флуоресценции становится избыточной, таким образом затеняя окружающую ткань. Педаль переключения UF101 используется для переключения из белого света в режим ICG. У нее существует специализированный разъем для подключения позади источника света TL-400. Требуется нажать на педаль переключения для активации флуоресцентного режима и обратно для перехода в режим белого света. Следующий режим – карта интенсивности или Intensity Map. При переключении в такой режим мы можем визуализировать градиент концентрации препарата в тканях. Основная область применения – определение сигнального лимфоузла при картиренной лимфатической системе. В таком случае нам удается более четко дифференцировать сам сигнальный лимфатический узел от окружающих тканей и лимфатических сосудов, протекающих к данному лимфоузлу. Третий режим, который доступен к технологии Рубина – монохроматический режим. В случае работы монохроматического режима информация белого света не поступает. Поступает информация только от ближнего инфракрасного света. Таким образом, мы видим чистую флюоресценцию. И такой режим требуется в тех случаях, когда нужно более тонко и четко определить границу ткани, содержащей индиционер зеленый, от границы тканей, которой индиционер зеленый не содержит. Новый видеолапароскоп TipCam Рубина объединяет в себе все передовые технологии визуализации, доступные на данный момент на рынке. К ним относятся 3D-стереоскопическая визуализация в разрешении Ultra HD 4K и возможность флюоресцентной диагностики в ближнем инфракрасном спектре. Данный видеолапароскоп, в отличие от 3D-видеосистем Full HD предыдущего поколения, имеет интерфейс соединения. 4K подсоединяется так же, как и 4K-видеоголовки, блоку TC304. После подсоединения видеолапароскопа к видеосистеме он определяется видеосистемой. Так же, как и в случае с 2D-головкой, нам требуется установить баланс белого. При установке баланса белого с TipCam Рубина адаптивное масштабирование не предусмотрено. Органы управления TipCam Рубина не отличаются от таковых органов управления от видеолапароскопа TipCam предыдущего поколения. При нажатии на центральную кнопку мы вызываем живое меню, в котором у нас активна плиточка АПАЛ, технология АПАЛ, которая будет работать по аналогии с тем, что мы демонстрировали вам для головки камеры TH121. Для демонстрации флюоресцентной диагностики нам потребуется муляж Лира и выбираем режим флюоресценции, который нам требуется в данный момент. Начнем с режима наложения. Переключаемся с белого света на ближний инфракрасный свет и видим отображение флюоресирующего объекта вместе с белым светом. Также здесь мы можем менять зеленый на синий цвет. При использовании режима Intensity Map мы также видим флюоресценцию ближнего инфракрасного спектра с отображением градиента концентрации. При использовании монохроматического режима мы видим исключительно изображение в ближнем инфракрасном спектре, которым демонстрируется только изображение флюоресцирующего объекта. Функция контроля горизонта в новом видеолапроскопе тип Каморубина представляет собой два режима. Первый режим — это режим авторотации, который доступен в 2D изображении, и режим автопереключения, который доступен в 3D режиме. Для того, чтобы активировать функции авторотации или автопереключения, требуется активировать меню Display. На верхней строке мы наблюдаем с вами возможные варианты отображения изображения с видеолапроскопа. 2D изображение стандартное, изображение 2D авторотация, изображение просто 3D и 3D функции автопереключения. Функция 2D с авторотацией позволяет нам контролировать горизонт. Обратите внимание на стрелочку наверху экрана. Она символизирует положение видеолапроскопа относительно горизонта. Для этого мы в меню Display нажимаем кнопку Reset Orientation. Соответственно, у нас восстанавливается правильное положение видеолапроскопа относительно горизонта. Для наибольшей наглядности используем тренажер Lira. Я начинаю вращать видеолапроскоп относительно горизонта. Вот сейчас на 90 градусов. Обратите внимание, что видеолапроскоп повернут на 90 градусов вправо. При этом на экране у нас полностью сохраняется ориентация горизонта. Я повернул видеолапроскоп на 180 градусов наверх. Горизонт у нас остался на прежнем месте. И так вплоть до 360 градусов можно вращать. У нас полностью будет сохраняться ориентация горизонта. Следующая функция — это функция авторотации. Она вызывается нажатием клавиши на значок, который демонстрирует символы 3D 2D с автопереключением. При активации данного режима у нас появляется 3D изображение. При изменении положения видеолапроскопа у нас происходит автопереключение в 2D режим. При пересечении условной линии 45 градусов, которую можно регулировать в меню, которая отображается появлением таких черточек, при ее пересечении у нас меняется изображение с 3D на 2D. При пересечении ее обратно восстанавливается 3D режим. Автопереключение и авторотация не могут быть активированы одновременно с функцией флуоресцентной диагностики в ближнем инфракрасном спектре. Возможно ли использовать ранее установленные блоки TC201, TC304 с источником света TL400 и другими компонентами системы Рубина, головкой камеры TH121 и новой оптикой? Ответ «Да, возможно». Есть один нюанс, заключающийся в том, что если видеосистема TC201 и TC304 устанавливались год или два назад, они могут иметь версию прошивки менее 4.0. В таком случае потребуется дополнительная прошивка до версии 4.2 и одновременная установка сертификата на видеосистему. Для этого нужно обратиться в сервисную службу, которая выполнит данную установку при покупке компонентов TL400 и других компонентов видеосистемы Рубина. Будет ли функционировать система Image One S Rubina с оптиками предыдущего поколения, которые переключаются с флажком с ближнего инфракрасного спектра на белый свет? Да, функционировать будет, но изображение со старыми оптиками будет менее ярким, и при включении режима флюоресценции сам сигнал флюоресценции будет более размытым. Поэтому мы рекомендуем использовать оптики Hopkins Rubina при применении с источником света TL400 и другими компонентами Image One S Rubina. Субтитры создавал DimaTorzok